Добрый день, уважаемые жители Крыма и ближайших регионов. Меня зовут Кобелецкий Геннадий Николаевич, я врач-мануальный терапевт дипломированный и являюсь учеником Академика Российской Академии Монологии Валерия Николаевича Набоченко. С Валерием Николаевичем у нас еще в 2012 году написана книга «Здоровье духа, души и тела и мануальная терапия». Сейчас вы находитесь в центре мануальной терапии и массажа, расположенного по адресу город Симферополь, улица Беспалова, 12. Последнее время по работе, я уже 42-й год работаю в этом направлении, опыт работы очень большой. Помимо мануальной терапии и массажа я многие годы собираю рецепты народной медицины. Я сталкивался с теми людьми, которые посвятили себя и нетрадиционной медицине, и традиционной. И вот эти рецепты я многие годы собираю, конечно. Приходится по работе сталкиваться в разных направлениях. Но я всегда говорил, и мои учителя говорили, что все наши заболевания связаны с позвоночником. Столб золотых монет, говорит китайская мудрость. И если мы посмотрим с вами на вот эту таблицу, то каждый позвонок, ну допустим, это шейные позвонки, связан с теми или иными заболеваниями. Ну, например, второй шейный позвонок отвечает за работу зрения. И перед тем, как идти к офтальмологам на лечение, мы должны с вами прийти к мануальному терапевту. Я применяю здесь резких движений, никаких шеи никогда не делалось и не делается. Делается специальное вытяжение по китайской методике, которую все время передавал нам Валерий Николаевич Набоченко. И вытянув шейные позвонки, уже буквально на следующий день пациенты отмечают, что начинает медленно, постепенно улучшаться зрение. Безусловно, по нетрадиционной медицине я назначаю есть такая трава очанка. По-русски глаза, по-украински очи. Очанка у нас в Крыму есть. Заваривается она несложно, чайная ложка на стакан кипятка. И каждые полтора-два часа промываются глаза. И очень многие люди, честно вам скажу, избежали операций на катаракты, на глаукомы и так далее, потому что все связано с шеей. Или, допустим, когда есть послеродовые травмы, связанные с шеей, у детей возникает заболевание сколиоза. Если в старые времена сразу поправляли шейные позвонки у новорожденного ребенка, к сожалению, сейчас это не делается. Сколиозы повальны. И достаточно поправить шейные позвонки. У нас работает тренер Екатерина Вадимовна. Я занимаюсь по своей линии позвоночником и массажами, а она уже занимается с детьми сколиозами. Допустим, косоглазие у детей опять связано со вторым шейным позвонком. И достаточно вытянуть шейные позвонки по китайской методике. Есть такое упражнение, когда мы надавливаем на второй шейный позвонок, поднимается, скажем, глазик косит в правую сторону, поднимается рука на одну минуту. И медленно, постепенно, за 2-3 месяца косоглазие у детей или у взрослых восстанавливается. То есть я к чему веду разговор, что все связано с позвоночником. Будьте здоровы. До свидания.